Здравствуйте! И с вами я Михаил Шилов, автор проекта Будашин.ру, Будублог.ру и Макевара.ру. И в этом видео мы поговорим о настоящем кумите безо всяких правил. Помните как? Господа, вы знаете наши правила. Правил нет. Так вот, настоящее кумите – это кумите безо всяких правил. Вечное допущение традиционщиков заключается в том, что их смертельные техники, удары в уязвимые точки и икинхисатсу как-то сильно помогут в реальном свободном поединке. Вот это на самом деле такой апостулат не выдерживает никакой критики. Ну давайте хотя бы представим, хотя бы на долю секунды мастера карате, вообще все мастера карате обладают настоящим икинхисатсу. Ну прямо таким хисатсу икин, что если сумел до противника дотронуться, все, это смерть. То есть кто первый до противника дотронулся, тот сразу и победил. Представьте. Ну это как если бы сумел оцарапать своего оппонента иглой со смертельным ядом, действующим мгновенно. Вот дотронулся, царапнул, все. И смерть. А теперь сводим двух таких мастеров. Один из ортодоксального направления, владеющий хитрыми приемами там из-под подвыпадверта. И второй спортсмен из ВКФ, например, спортивного карате. И вот свободный спарринг. Кто к противнику быстрее прикоснется в проекции жизненно важных зон, тот сразу и победил. А теперь вопрос. У кого из них дотронуться до второго, шансов будет больше. Ответьте сами себе на этот вопрос честно. Тут надо быть честным с самим собой. Главное себя не обмануть. Ага. Вот я прямо слышу негодование ортодоксов на тему. Да пусть хоть меня всего затрогает. Что, мол, с этого толку? Мне всего один раз достаточно. Но откуда такая уверенность, что спортсмен не обладает ударом, способным при попадании в те же самые уязвимые точки и места, да и просто в челюсть, одержать победу нокаутом? Но они же это не тренируют, скажут ортодоксы. Ну вот эти удары по точкам. Да, возможно. Хотя не факт. Кто им, собственно говоря, мешает этому научиться? Но ровно так же ортодоксы не тренируют свободный спарринг, в котором достигается та самая необходимая возможность достать до противника. Это как в фехтовании на рапирах, когда у одного, никогда не работающего в свободном фехтовании, оружие боевое, способное проткнуть с противника насквозь, да еще и с жалом, смоченным ядом. А у другого, искушенного мастера, имеющего за плечами тысячи свободных учебных поединков, тупая учебная рапира, шпага, кто победит? Не имеющий опыта, не сможет своим боевым оружием даже коснуться опытного бойца. Не хватит ни скорости, ни маневренности, ни тайминга, ничего не хватит. А вот опытный загонит свою тупую рапиру в глаз противнику до затылка, и все, или просто захлещет на смерть. Вот так и в кулачном бою. Понимаете, простой удар в челюсть, безо всяких выкрутасов, вполне достаточен для того, чтобы поддержать убедительную победу, если можешь его сделать раньше, чем противник сподобится оторвать тебе яйца с помощью какой-то экзотической хитроумной техники. Вот поэтому резвые спортсмены в карате ВКФ могут представлять самую серьезную угрозу. Эти спортсмены очень быстры, точны, у них хороший дриблинг. И если они начнут бить в полный контакт, то будет беда. Они-то и по бесконтактным правилам часто друг друга периодически вырубают на соревнованиях. Понимаете, не специально. А что будет, если специально? Вообще, истина, как обычно, где-то посередине. Быстрый техничный практик, отточивший скорость, дриблинг и технику в спортивных и учебных спаррингах, будет еще эффективнее, если будет обладать арсеналом техник в уязвимые места. Да еще и запрещенными правилами. Понимаете, то есть туда, куда правилами запрещено. И теми приемами, которые правилами запрещены. А если при этом, понимаете, и руки, и ноги у него закалены работой на макеваре, то он вообще будет смертельно опасен. А макеваре, кстати, время рекламы. Современная профессиональная макевара – это высокотехнологичный снаряд с большим набором уникальных свойств и механизмами, позволяющими регулировать эти свойства. Макевара – это то, что необходимо любому ударнику, любому файтеру, который практикует ударную технику, любому практику. Лучшие профессиональные макевары на www.makivara.ru У бойца обязательно должно быть оружие. И если это руки, то и они должны стать настоящим оружием, как из стали. Заказать макевары МБШ и Камертон Шилова можно по телефону плюс семь девятьсот шесть пятьсот четырнадцать двадцать четыре четырнадцать или на ватсап и вайбер по этому же номеру. А теперь давайте дальше. То же самое и с традиционщиком. Чтобы он не был опасен, как аллигатор, которому отрубили ноги, то есть к которому фатально опасно попасть в пасть, но только вот он двигаться не может. Понимаете? Не должен он быть таким. Поэтому если традиционщик освоит, и что самое главное, отработает в огромном количестве свободных спаррингов, способы быстрой доставки, быстрой и своевременной вот этой своей аллигаторской пасти, то может стать так же опасен, как аллигатор на лапах гепарда. Или иного быстрого и ловкого хищника. Вот тогда да. Понимаете, дело в том, что давно разошлись пути традиционного и спортивного карате. А потому, каждый работая в своем направлении, селективно достиг особенных результатов, что ли, да, в чем-то своем. И это что-то в отдельности лучше, чем у другого. Вот это что-то. А остальное хуже. Так вот, настала на самом деле пора применить тот самый основополагающий принцип анализа и синтеза, который позволяет, разбив на составляющие целое, довести до идеала эти составные части в отдельности, а потом объединить их в нечто более качественно новое, обладающее кратно лучшими свойствами, как целое. Спортивные каратеки должны изучать весь широкий спектр дисциплин традиционного карате. А традиционщики просто обязаны взять лучшие спортивные методики и наработки, позволяющие достигать выдающегося прогресса в скорости, тактике, тайминге, силе и прочих вещах. Вот в этом и секрет успеха. Кстати, в этом основополагающий принцип дальнейшего развития карате, потому что все, что не развивается, стоит на месте. И каким бы ни было бы хорошим традиционное карате в том виде, в котором оно существовало раньше, оно неминуемо будет становиться хуже, если будет оставаться таким, как оно было. Основополагающий принцип – это постоянное развитие. И развитие должно быть. По-любому из принципов, которые существуют. Но лучше, если те принципы будут построены на интеграции и на внедрении научных методов. Ну вот и все. Надо брать лучшее и вперед. А с вами был я, Михаил Шилов. Обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube, в Instagram, в социальных сетях, на сообщество «Боевые искусства». Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok